В Сарове горожане все чаще сталкиваются с дикими животными, а фотографии и видео встреч с лесными жителями гуляют по интернету. Если вы собираетесь в те места, где вероятность увидеть медведя высока, то лучше прихватить с собой компанию друзей, чтобы шум и звук голосов отпугнули хищника и дали ему понять, что рядом находится человек. Если вы оказались в лесу одни и наткнулись на зверя, то можно включить музыку на телефоне или громко кричать, а еще лучше иметь при себе свисток. Также медведь боится лязгания металла, то есть металлический звук. То есть если люди находятся в походе, то у них наверняка с собой будут металлические кружки, ложки и так далее. И когда человек идет в лесу, он может спокойно делать эти звуки, которые помогут отпугнуть медведя и дать понять ему, что на этой территории находится человек. Если медведь вас не заметил, то тихо уйдите и спрячьтесь между деревьями, не привлекая к себе внимания и не паникуя. У медведя хороший слух и обоняние, но плохое зрение. Поэтому на расстоянии зверь вас не заметит. Если у вас при себе есть накидка или плащ, то можно их развернуть над головой, давая понять хищнику, что перед ним кто-то крупный. Не убегайте от медведя и не смотрите хищнику в глаза, чтобы не вызвать у него агрессию. Также действенным способом является иметь при себе перцовый баллончик. Но перцовый баллончик, так скажем, в большой концентрации. Те баллончики, которые предназначены, так скажем, для человека, они никакого влияния на хищника не окажут. Чтобы встреча с медведем оказалась маловероятной, лучше избегать густого леса, держаться ближе к открытым местам и редколесьям. А если вы встретили лису, которая вышла к людям, то, скорее всего, она заражена бешенством. Лису также можно отпугнуть каким-либо шумом. Или если же при себе есть еда с запахом, который привлекает зверя, можно попробовать бросить в лисе. И пока зверь будет отвлечен этой приманкой, можно спокойно попытаться удалиться. Нельзя специально подкармливать лис и как-то иначе их приманивать. Если хищник все-таки вас укусил, то обработайте рану антисептиком и незамедлительно обратитесь к врачу. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.